Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Очередное банковское дерби в нашем кубке МКБ играет в форме красного и черного цветов МТС Выдуждены были одеть зеленые манишки Для того, чтобы у них была единообразная Одинаковая форма Конечно, и МКБ, и МТС Банк мы знаем очень хорошо Но еще важнее для нас, что команды сами знают тоже друг друга за счет личных встреч Встречались они дважды в чемпионате, который закончился совсем недавно И оба этих матча в сезоне закончились со счетом 0-0 Что примечательно, МКБ вообще очков терял совсем немного За 14 встреч 10 побед, только 3 ничьи и только одно поражение Так что МТС Банк Стал командой, которая отобрала максимальное количество очков У чемпиона наших соревнований Это МКБ Первое место по итогам сезона 6 очков от ближайшего преследователя HSBC А вот МТСовцы заняли шестую позицию 19 очков у них Тоже результат очень неплохой Но, конечно, претендовали они на большее Помимо вот этих двух ничьих История знает и другие матчи Три победы МКБ 4-1 на кубке ГТО по мини-футболу в 2015 году И встречались команды в рамках первенства по мини-футболу весной 2014 года Тогда победы 2-0 и 4-0 опять же победы МКБ Так что Общая статистика личных встреч Осталась за МКБ Сейчас перекладина спасает МТС Банк Общая статистика за МКБ Но в этом году, в этом сезоне Они не обыгрывали МТС У нас сегодня ничьих быть не может В случае равенства в счете мы Будем наблюдать серию пенальти Да и составы Совсем мы о них забыли За МТС Играют на воротах Александр Никольский Полевые 12-й Антон Тарасов 5-й Саид Рамазанов 13-й Эльдар Салиев 3-й Тюпаков И 10-й Никитин За МКБ Играют сегодня на воротах Коба Галиадзе Полевые 14-й Максим Горячев 9-й Вадим Мельников 15-й Валентин Виноградов 7-й Игорь Васильев 10-й Олег Щетинин 13-й Илмацин И 16-й Сергей Майстренко Удар с острого угла Галиадзе не стал вмешиваться, препятствовать Хотя нет Именно он перевел Получается мяч на угловой Это было Лучшее из возможных решений Но намертво взять мяч там Никак не получилось бы Теряют инициативу футболисты МКБ Начинали они матч Лучше, чем выглядит сейчас Хорошая комбинация Галиадзе достает мяч Контратака МКБ Нужно забивать У нас получается, что в конференциях классиков конференции А Победители чемпионатов не смогли забрать с собой второй трофей Ну вот нарушат ли эту традицию МКБ Только они могут сделать золотой дубль Выиграть и чемпионат, и кубок Ну, соперники подобрались серьезные Во второй паре полуфиналистов играют Русал и РСВО Русал и Русал Хороший удар в падении на добивание Галиадзе Вот это да Но здесь он уже был абсолютно бессилен Не было единого шанса на то, чтобы отразить этот удар 1-0 МТС выходит вперед Давайте вспомним, как команды играли в четвертьфиналах МКБ Играл с Нордеа Начал с победы 1-0 Затем разгромил Скандинава в 4-0 МТС Банк по нырям сыграл с Росагролизингом в первом матче Во втором выиграл 5-2 МТС Банк по нырям сыграл с Росагролизингом в первом матче МКБ заметно не хватает пространства на поле Очень компактно обороняется МТС Компактно, мобильно И при этом Действительно перекрывают они Все свободные зоны на поле Удар Издалека уже Практически в пустые ворота Но там чудом оказался защитник контратака МТС 30 секунд до перерыва Нарушение правил Желтая карточка Очевидно, время хватит Только на удар Нужно бить Скидка Удар Гол На последней секунде Первая тайма Счет становится равным 1-1 МТС Банк и МКБ будут играть еще 10 минут А мы все эти 10 минут будем смотреть за этим матчем Счет 1-1 Счет 1-1 Интрига Лихо закрученная Противостояние с историей С историей, которую мы уже вспоминали МКБ на последних секундах первого тайма сравнял счет До этого вели МТСовцы Ушел мяч за пределы поля Я внимательно высматривал этот момент Находился ровно на линии Атака МКБ опасная Кирилл Будет долго вспоминать этот момент Ну не прилетел Ему на ногу мяч Удар Да Гол Вот и справляется Кирилл 2-1 Вперед выходит МКБ Оправдывая статус номинального лидера Ну МКБ Фаворит матча Назывался фаворитом Поскольку Все-таки является победителем первенства И Статус Еще раз скажу Команда оправдывает Но финал Явно получится Очень и очень сложный Поскольку в полуфинале Играют Русал И РСВО 2-1 Очень скользкий счет Так что МКБ Нужно конечно Сбивать еще Чтобы чувствовать себя поспокойнее Удар Угловой Там видимо рикошет был еще И Нет Даже углового сейчас не будет Только удар от ворот Ряда показывает Что нет ему давать Ну вот Включился механизм Игров Центр поля Перешел Освободился от опеки Удар Тоска Без размаха практически Неожиданный Поэтому сложный Был ли фол А если был То когда Ну вот Теперь выяснили Штрафной Позиция удобная Но Скорее всего Будет Скидка Пас На ближнего И оттуда уже удар Нет Прямой удар Поворотом Пришел сон в стенку Но там тяжело Очень было с ней Разминуться Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Четыре минуты. Ровно столько остается до конца матча. И нарушение правил. Будет ли желтая? Видимо, да. Итак, три человека в стенке. Голиадзе на воротах. Скидка, удар. Слишком просто. МКБ так не забить. Здесь нужно появить талант, выдумку. Вратарь первая на мяч я. Не дополнили друг друга игроки. Задумка была правильной. Нормально, немножко. Скидка. Подожди. Кидай, сидай. Плевокий. Девочки. Девочки. Диасы. Одну, два, два. Давай. Вышли. Три, три. Скидка. НТС можно контратаковать Удар Голиадзе Вовремя вышел Тайм-аут берет НТС банк Давайте попробуем подслушать О чем будут совещаться Только смотрите Народ Я буду играть Не плям в шоке Пошли в бутылочек Я буду играть Пошли в бутылочек Астон Можно приплатили мячами? Нет Можно приплатили мячами? Не успел Он больно не нравится Продолжается матч после таймаута, который взял МТС Банк. Выпускают они полевого игрока вместо голкипера. Рискуют, ну а что еще остается? Ох, какой удар от перекладины. Мет улетает обратно в поле. Допомнится мне, не так давно МТС проигрывал матч, как раз выпустил по любому игроку вместо вратаря и не прогадал. Допомнится мне, не так давно МТС. Попади, вратарь, точно в ворота. Что-то бы стал 3-1. Снова момент опасный. Смотрим, 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 что было. За пределами штрафной. Галиадзе сыграл руками, поэтому штрафной. Только по свистку показывает судья. Есть еще шансы у МТС. Еще 19 чистых секунд. Главное довести эту атаку не просто до удара, хотел сказать, а разыграть до верного. Был рикошет, поэтому мяч остается у МТС. 6 секунд. Сейчас наверняка МКБ поддержит мяч. Хотя нет, постарались в атаку пойти на последних секундах. 2-1. МКБ отправляется в финал.